здравствуйте дорогие друзья приветствую всех любящих слово божье сегодня из-за некоторых моих личных обстоятельств будет картинка вместо видео надеюсь это не помешает нам глубоко вникать в слово божье итак мы с вами продолжаем рассматривать урок который называется берегитесь любостяжание и памятный стих звучит так смотрите берегитесь любостяжание ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения луки 12 15 вот эта мысль что жизнь человека не зависит от изобилия его имения является главной здесь в этом уроке и отсюда и предостережение что любостяжание нужно остерегаться беречься убегать что означает что жизнь человека не зависит от изобилия имения Жизнь можно было бы заменить словом счастье. Счастье человека не зависит от того, сколько у него имущества. Ну давайте мы посмотрим. До сих пор мы с вами рассмотрели пример Люцифера, который подвергся любостяжанию, то есть желанию обладать тем, что ему не принадлежало по праву. Фактически Люцифер не нуждался в том, чего вдруг захотел, чем вдруг он захотел обладать. В этом не было для него нужды, не было потребности, у него было все, что ему было необходимо. Но он захотел большего, как ему казалось, лучшего и, к сожалению, это привело его к глубочайшему падению. Дальше мы видим пример из Ветхого Завета, это пример Ахана, который захотел заклятого то, что Бог запретил, то, что Бог повелел предать заклятию, то есть уничтожить, Ахан захотел присвоить себе. И, ну опять же, в чем причина, в чем проблема? Ахан не нуждался в этом, у него было все, что ему было необходимо. Но Ахан захотел чего-то еще. Дальше мы рассматривали трагедию Иуды, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. И его беда была в том, что он тоже, ну, увлекся корыстью. Тоже у Иуды было все, что ему было нужно. Его потребности все удовлетворялись. И Иисус заботился о нем так же, как и об остальных учениках. И у него не было особой нужды ни в чем. Но почему-то он предался вот этому соблазну корысти. Следующий пример, который мы рассматривали, это уже пример из жизни новозаветной церкви. Анания и Сапфира, когда они продали свое имущество, имение. И затем принесли часть проданного в церковную казну. Но при этом они сделали вид, что это все, вся сумма, за которую они продали свое имение. И тем они обманули Духа Святого, обманули церковь. И, конечно же, Духа Святого обмануть невозможно. И Бог сурово наказал их за эту нечестность. Они погибли в тот же день. И вот такое строгое отношение Бога к этому вопросу показывает, что грех любостяжания очень и очень серьезен. Грех любостяжания, и вот эта сегодняшняя тема, которая называется преодолевая любостяжание. Этот грех, он очень глубокий. Он затрагивает сердце человека, мышление человека. И фактически мало кто сознается, даже самому себе скажет о том, что да, я подвержен этому греху жадности, любостяжания, зависти. Этот грех очень-очень редко люди за собой признают. Точно так же, как и грех гордыни. Сложно увидеть такого гордеца, который сказал бы, да, я гордец. Да, у меня есть эта гордыня в сердце. Таких людей обычно немного. Это люди, которые исповедуются перед Богом, каются, просят, чтобы Бог изменил их горделивое сердце, дал им смирение, дал кротости. И здесь с грехом любостяжания происходит примерно то же самое. Любостяжание, грех, который проникает в самую глубину и очень трудно распознается. Есть такие грехи, как ложь, прелюбодеяние, воровство, нарушение субботнего дня. Эти грехи внешние, их достаточно легко диагностировать, увидеть, обнаружить. В них можно раскаяться, потому что это внешние поступки. Но что касается состояния сердца, то это очень трудно диагностировать. И сложно с этим иметь дело, сложно это исправлять. Поэтому очень важно, чтобы мы исследовали самих себя перед Божьим лицом, старались быть как можно ближе ко Христу, чтобы Иисус мог высветить в нас эти пороки. Поэтому что можно посоветовать здесь? Очень важно, чтобы мы выбрали Бога. И всегда выбирали Бога в своей жизни, ставили Его в приоритет на первое место. И старались во всем слушать Его и зависеть от Него. Изберите себя ныне, кому служить, говорит Иисус Навин. И заявляет о том, что «А я и дома и будем служить Господу». Вот это сердечное решение служить Господу прежде всего и более всего, и все подчинить именно Божьей воле, оно очень важно для того, чтобы в своей жизни распознавать такие грехи, как жадность, зависть, стержательство. Затем очень важно иметь настоящие, живые отношения с Богом. Для этого молитвенная жизнь должна быть настоящей. Должна быть беседа с Богом, разговоры с Богом, задушевные, близкие, тесное общение с Богом. Когда мы открыто и честно обсуждаем с Богом все, что происходит в нашей жизни. И в том числе, когда в молитвенной жизни мы создаем паузы определенные, когда позволяем Духу Святому проговорить к нашему сердцу и на что-то указать. Это очень важно для того, чтобы Бог мог изменять наше сердце. При чтении Писания также очень важно не просто механически прочитывать текст, но использовать библейский текст как средство общения с Богом. С молитвой обращаться к Библии, просить, чтобы Бог проговаривал через Библию, через текст эти эпизоды, определенные события, проговаривал к нам и вскрывал, высвечивал какие-то стороны нашей жизни, на которые Бог хочет обратить наше внимание. «В сердце моем сокрыл я слово твое», — пишет Давид, — «чтобы не грешить пред тобой». И когда мы впускаем в свое сердце Божье слово, то происходит преобразование этого сердца. Итак, Иисус любит нас. И, друзья, он готов миловать, он готов прощать, и он готов менять наше сердце, трудиться над нами. В чем проблема была Люцифера? В чем проблема была Ахана? В чем была проблема Иуды, Анании и Сапфиры? Это проблема неудовлетворенности. Ведь, по сути, кого постигает любостяжание? Оно постигает и богатых, и бедных. Любостяжание, фактически, это грех, который не зависит от того, сколько у тебя есть. Любостяжанием могут страдать и миллиардеры, и нищие. И в чем же проблема? На самом деле, миллиардер хочет еще миллиард, миллионер — еще миллион. Человек, у которого есть дом, хочет дом побольше. У кого есть машина, хочет еще одну машину. У кого есть жена, дети, замечательная семья. Со временем начинает смотреть на сторону и ищет себе кого-то помоложе, покрасивше. Из-за чего это происходит? Из-за нищеты его сердца, из-за пустоты сердца. Когда сердце не наполнено, когда ты не умеешь радоваться тому, что у тебя есть, быть благодарным за то, что у тебя есть, ценить то, что у тебя есть, то сколько бы у тебя ни было, ты все равно будешь хотеть большего, ты будешь неудовлетворен, ты будешь несчастен. Вот в чем проблема, настоящая проблема. Если ты, дорогой друг, заглянешь в свое сердце и попросишь, Господи, помоги мне увидеть состояние моего сердца, может быть, ты увидишь там тоже такую неудовлетворенность, неумение радоваться тому, что есть, желание того, чего нет, желание того, что тебе не принадлежит и что не предназначено Богом для тебя. Если ты увидишь эти вещи, то это опасный сигнал. Проси Бога, чтобы Господь помог тебе увидеть то, что есть, то, что даровано им, те благословения, которыми Он тебя наделил, и научиться ценить это, научиться быть счастливым в том, что есть у тебя от Бога сегодня. Счастье не зависит от изобилия твоего имения. Вот что говорит Иисус. Счастье зависит от умения радоваться тому, что Господь дарует тебе сегодня. Возрадуйся, посмотри, что есть у тебя, и возблагодари Бога. Это очень важный навык, благодарить Бога за то, чем ты обладаешь, благодарить Бога за то, что Он дал тебе. Что у тебя есть? Скажи Богу спасибо за это. Возрадуйся, поблагодари от сердца, прославь Его за то, что есть у тебя. Что есть у тебя жизнь, что в этой жизни у тебя есть близкие люди, что у тебя есть какое-то имущество, которое дает тебе возможность продолжать жить, радоваться, что у тебя есть возможность силы, что-то зарабатывать, чем-то помогать близким, что у тебя есть способность с кем-то поделиться своей радостью, своей любовью и заботой. Что у тебя есть определенные дары, таланты, возможности служить другим. Пусть Бог поможет увидеть все то ценное, что есть в твоей жизни, и пусть Бог поможет тебе быть благодарным. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим тебя за все, что ты дал в этой жизни. Господь-то возлюбил нас, во Христе принял нас, искупил и даровал вечную жизнь. Впереди у нас гораздо больше, чем есть сегодня. Но даже и то, что ты дал нам в этой жизни, Господь, радует нас. Помоги видеть и ценить то, что мы имеем. Помоги, Господи, чтобы дух благодарности никогда не покидал нас, и слова хвалы и прославления всегда выходили с наших уст, каждый день с утра до вечера, чтобы мы умели благодарить тебя за все, что происходит в жизни. Тебе да будет слава вечной, Отец Небесный. Помоги остерегаться нам любостяжания, ибо жизнь наша не зависит от изобилия имения, она зависит от тебя. И тебе да будет хвала и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вы продолжаете изучать Священное Писание вместе с нами. И я хочу еще раз сказать тем, кто читает Библию по плану, если вчера вы пропустили наше объявление, сегодня, пожалуйста, сделайте то, о чем мы говорили. Напишите, если вы читаете Библию по плану без пропусков, напишите любое сообщение, начните его с цифры 1. И если вы читаете Библию по плану, но у вас были пропуски, но при этом вы нагнали и продолжаете чтение, напишите любое сообщение в комментариях и начните его с цифры 2. И мы подведем итоги, предварительные. В следующем ролике, под роликом мы напишем список всех, кто продолжает участвовать в этой акции, в этом марафоне Библия за год. Пусть Бог благословит вас. Увидимся с вами завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!